Такую значительную делегацию, которые вчера были в Саяношевском СПДС, прекрасно, мощнейшие сооружения, просто были воодушевлены тем, какие гигантские проекты реализовывал ваш народ. Впереди, наверное, не меньший проект. Постреваемый, медленно, медленнее, гораздо чем хотелось бы. В том числе наша задача, задача общественности, пробовать, раскачивать ситуацию, усиливать те направления, которые мы считаем важнейшими. Вот пенсионная реформа, некоторые в Москве помогали, что чем тише, тем будет лучше, что удастся протолкнуть этот законопроект без обсуждения. Ну это же невозможно принять законопроект, который касается всех четыре страны. Тяжелый законопроект, тяжелейшая реформа за последние четверть лет. Мы были категорически против того, чтобы не было обсуждения этого законопроекта. Мы в общественной палате, в частности, в федерации, я и в горжусь, вместе с коллегами из регионов первыми устроились обижение обсуждения. И нам удалось убедить эту истину, и мы суток властям, в том числе, что надо обсуждать. Подключилась политическая партия, подключилась партия Интеросийская на обсуждение. Были выработаны масса предложений. Сейчас президент выступил те предложения, которые на топливе, они родились не в кабинетах. В Кремлевском министерстве, они родились на тех площадках, где проходили обижение пенсионной регионов. Да, пенсионный уровень будет больше. Это неизбежный, я тоже от Павелом всегда говорил, слишком мало работающих на такое количество пенсионеров. Но надо же с уважением людям относиться. Сначала хотя бы поговорить, хотя бы, а потом еще принять те предложения, которые наступили за регионы. В первую очередь за регионы, они приняты, и кое-что реформа смельчена. Обсуждали мы на днях, как вчера, концепцию, стратегию, предложенную для Министерства экономического развития и пространства. Концепцию, стратегию пространственного развития Российской Федерации. Очень критичное было обсуждение, потому что, как бы не лагировалась эта концепция, эта стратегия, акцент делается на больших городах, на мегаполисах, на агломерациях. И в России не так много больших городов. Есть Москва, Рогиданский мегаполис, где было несколько крупных городов. Игорьский город, Ростов, Самара. Но большая часть жителей нашей страны живет не в этих городах. С Хакасией, что Хакасия не попадает. И в такие мегаполисы. Речь идет о том, что в Сибири опорные города, в Новосибирске, в Новосибирске, в Новосибирске, может быть, в Новосибирске, даже я в этом не уверен. А дальше в Дальний Восток. А остальные там. И очень жесткий был разговор. И, честно говоря, Мобат Российской Федерации, высказалось в том духе, что эту стратегию принимать нельзя. Я не знаю, какой будет результат. Какое еще предъявление правительства, через 10 минут на разуме считают, что стратегия должна зарабатываться. И аграрность, село, малые города. У нас промышленность, если говорить об обрабатывающей промышленности. В 10-15 раз меньше на душу населения, чем передовые страны. То есть у нас промышленность в 10 раз меньше на все развивать. Я говорю, что в Москве будут эти промышленности предприятия. Это же предприятие в регионах. Значит, там потребуются рабочие государства, работники. Значит, там надо там жизнь будет. Если развивать промышленность, аграрное производство то же самое. Мы гордимся тем, что у нас большие урожаи зерна, тем, что у нас хорошая ситуация есть с птицей. Здесь мы не ездим сейчас. Если посмотреть цепочку аграрного производства, то она фрагментарна. У нас проблемы с семинарами, у нас проблемы с селекцией, у нас проблемы с логистическими центром, у нас проблемы даже с элеваторами в тех районах, где много производится. У нас не достроена цепочка психохозяйственного производства. Если она будет достроена, значит, что же будет население происходить? Мало города. Значит, там будут рабочие места, там люди будут, потребуются. Люди для работы, значит, для жизни, потому что житель. Ненец вот этого взгляда, будущее, стратегического взгляда, если ориентироваться на темп экономического роста, как это делает Минэкономразвитие. Полтора процента в год, ну, то ничего не будет с полутора процента в год. Президент ставит задачу, что он в указе выше мировой, средней мировой. Это 4-5 процентов экономического роста в год, а не полтора процента. И вы должны тоже требовать этого. Вы должны добиваться. Мы здесь должны выступать против бюрократии. Жестко выступать против бюрократии. Есть постановка задач политических, президенту. А бюрократия не всегда готова и хочет решать эти задачи. Если тоже не надо стесняться. Нечего стесняться. Продолжение следует...